Братья-мусульмане, у меня к вам просьба и насыга, ради Аллаха. О религии, о ее учении или вопросах, которые у нас возникают, отношении к ученым, ко всему этому мы должны относиться очень уважительно и с опаской. Пророк, саллаллаху алейкумсалам, пришел научить нас всему самому лучшему. Пророк сказал, Я был послан Аллахом усовершенствовать возвышенные морали. Поэтому мы для всех должны быть примером во всем. Красивым должно быть слово, которое исходит от нас. Наши дела должны быть лучшими. Мы не можем шутить с религией. Никто не может шутить с религией. Особенно с Кораном и Хадисом. Некоторые люди закидывают ролики, может быть, на эмоциях, чтобы и другие также удивились. Может, они получают удовольствие от этого. В любом случае, судя по содержанию, есть ощущение того, что люди надсмехаются над религией. Если человек сделал это умышленно, дело, которое унижает достоинство Корана или Сунны Пророка, то он автоматически выходит из религии. То есть, становится неверным. Да убережет нас Аллах от этого. И еще одна просьба к братьям. Есть много групп, с которых мы берем много полезного. В них, Машаллах, много алимов, которые отвечают на вопросы участников. Так вот, когда мы задаем вопрос, мы должны относиться к этому серьезно и задавать вопросы, касающиеся религии, аккуратно. У некоторых, когда присылают вопрос, рядом кричат дети, или взрослые, или музыка играть, или нашиды, в машине едут и спрашивают. Не делайте так. К религии надо относиться уважительно. Когда спрашивает человек о религии, это должно быть очень красиво и почтенно. Поэтому, когда спрашиваете, успокойте, или отойдите, чтобы не слышен был плач или игры детей. Если играет нашид, остановите его на время вопроса хотя бы. Потому что вопрос алимам надо задавать уважительно. Это ведь часть религии. Это первое. Второе. Когда человек присылает запись, возможно, сам не замечая, как это все слышно, что-то ест или пьет. То ли обедает где-то, то ли ужинает. В таких ситуациях, когда вы кушаете, не надо задавать вопросы, касающиеся религии. Это очень некрасиво, очень некультурно. Это не подобает мусульманам. Поэтому, когда человек задает вопрос, надо отложить все дела, в спокойной обстановке задавать вопросы, проявляя уважение к религии и к человеку, которому обращен вопрос. Мы ведь узнаем Коран и Сунну. Когда пророк что-то рассказывал, все, кто были вокруг, слушали настолько внимательно и тихо, что можно было слышать муху, пролетающую мимо. Мы очень много спрашиваем про хадисы, что подразумевается в этом хадисе или в аяте. Так вот, рассказывают ученики имама Малика, что он не рассказывал хадису Маджлисе, пока не искупается, не надушится благовониями и не оденет лучшую одежду. И усевшись в сторону Киблы, лишь после этого всего он рассказывал хадис пророка, саллаллаху алейхи ва салам, поэтому мы должны быть самым красивым нравом. Пусть Аллах нас делает из тех, кто почтительно относится к религии, пусть Аллах увеличит наши знания. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.